В своем становлении и развитии военно-воздушной силы Беларуси прошли сложный путь. От авиации поршневой до реактивной стали всепогодными и имеют на вооружение современные авиационные комплексы. Одному из них в Барановичах открыли памятник. Константин Гагарин увидел, как МИГ устремляется в вечность. Фронтовой истребитель МИГ-29, безусловно, самый известный боевой авиационный комплекс. В своем классе он состоит на вооружении десятков государств. Но, пожалуй, нигде этот самолет не сыграл столь значимой роли в становлении военно-воздушных сил, как в Беларуси. Между прошлым и будущим МИГ остается машиной, связывающей поколения. На открытие памятника «Стальной птице» у КПП истребительной базы собрались те, для кого Пятый океан – родная стихия. А таковых здесь немало. Судьба Барановичей тесно переплетена с авиацией. Тут, говорят, город оживает, когда над ним ревут реактивные двигатели. А это памятник той авиации, которая здесь, базировалась в покон веков, будет и всегда будет стоять и защищать наше голубое белорусское небо. Самолет-памятник в Барановичах во многом уникальный образец. Это первая в Советском Союзе «Спарка» в своей серии и первый учебно-боевой МИГ-29 на белорусской земле. Он служил летчиком в авиационных полках в Росси, а затем в Березе. В воздухе провел 997 часов. После крайнего приземления не остался ни у дел. Стал тренажером для курсантов военной академии. И, казалось, сама судьба приготовила истребитель с бортовым номером 61 к последней военно-исторической миссии в части под таким же номером. Я был удивлен и обрадован тем, что на этой «Спарке» в Березе, когда я пришел лейтенанта в 92-м году после училища, я выполнял первые полеты. И на этой «Спарке» меня учили осваивать боевую современную технику. И, конечно, 29-й МИГ – это первый боевой самолет у летчиков-истребителей белорусской авиации. Он очень боеспособный, он очень современный и с большим потенциалом. Любовь у летчиков МИГ заслужил сразу и навсегда. Отзывчивый и надежный этот воздушный боец позволяет выйти победителем в любой ситуации. Самолет достаточно маневренный, скоростной, позволяет выполнять весь спектр задач по отражению воздушного нападения. Ощущение от полета, конечно, восторг. Адреналин переполняет уже со взлета, когда даешь максимал или же форсаж в зависимости от задания. В Беларуси знаменитый самолет прошел глубокую модернизацию на 558-м авиаремонтном заводе. Получив второе дыхание, комплекс помог поставить на крыло как молодых летчиков, так и национальную модель подготовки авиаторов. 15 мировых рекордов по скороподъемности и полету по замкнутому кругу. Посадки на аэродромные участки дорог, уничтожение мишеней, имитирующих крылатые ракеты. Эти достижения отечественных пилотов были бы невозможны без детища Микояна, истребителя, который завоевывает небо и души. Я хочу стать летчиком, потому что я люблю небо. Я хочу увидеть страну нашу. И хочу... Вот я вижу этот самолет и радуюсь. И это открытие очень было красивое и хорошее. МиГ-29 на учениях, парадах или, как теперь на постаменте, всегда будет привлекать взгляды и сердца. Увековеченная в Барановичах эта легендарная боевая машина не прервет свой полет и продолжит летопись белорусской военной авиации, в которой никогда не будет забытых страниц. Субтитры создавал DimaTorzok